Итак, еще раз всем добрый вечер. Спасибо, что вы к нам пришли. Сегодня не так много народу, как на прошлом семинаре. Возможно, тема для кого-то уже знакомая будет. Итак, у нас сегодня семинар или мастер-класс. Как обычно, примерно на 45 минут. Этот мастер-класс называется «Меры в моделях PowerPivot» для новичков. То есть считается, что вы либо только-только начинаете с моделями работать в PowerPivot, либо еще не работали и хотите узнать, к чему это все нужно и как это все работает. Как всегда, немного о себе. Большинство я вижу в списке со мной уже знакомы, но несколько человек для меня сегодня новенькие. Ну и, соответственно, я для вас тоже. Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Я с 2008 года работаю в центре «Специалист». Преподаю курсы, начиная с базовой компьютерной. Сначала работала, потом Word, Excel тут же. Первый уровень, второй уровень. Сейчас Excel уже веду шестого уровня. Кроме макросов четвертого и пятого. Ну, то есть с первого по шестой. Вот, я профессиональный учитель математики-информатики. То есть это моя специализация в институте. Два высших образования по данному направлению. Вот, 18 лет отработала в школе, ну и уже почти 13 лет работаю уже в специалисте. Данный мастер-класс является таким рекламным, как у нас сейчас происходит часто. К курсу шестой уровень Excel. Курс у нас называется «Бизнес-аналитика с использованием надстроек PowerPewer, PowerQuery и PowerMap или 3DMap». Ближайшие курсы с моим преподаванием начинаются у нас 26 августа и 12 сентября. Вот, не так близко, как может быть кому-то хотелось бы, но просто я буквально после завтрашнего дня ухожу в отпуск. Так, да, вот тут пишет Полина по поводу звука. Напишите, пожалуйста, в чате, все ли нормально со звуком. Вроде бы, как мы проверяли с теми, кто пораньше подключился. Ага, все появилось. Спасибо, Андрей. Вот. Итак, про специалисты знают, наверное, все из вас, но буквально несколько слов повторюсь. В этом году мы отмечаем 30-летие, то есть у нас юбилейный год. За это время у нас, наверное, уже не более миллиона, а более полутора миллиона. Ну, близко, наверное, уже к этому выпускников. Вот. 35 с лишним тысяч корпоративных клиентов, более тысячи курсов. Вот. Несколько комплексов со своими аудиториями. Сейчас мы достаточно активно используем, мы уже, кстати, несколько, много лет используем вебинары. Даже в связи с пандемией мы корпоративные группы в основном ведем по вебинарам. То есть очень удобная система обучения. Но, естественно, есть и очные группы. Специалисты наши не случайно выбирают многие компании, многие слушатели, многие несколько лет с нами учатся. Мы, естественно, даем гарантии, гарантии качества, гарантии контроля результатов, гарантированное расписание, гарантированная безопасность. Потому что у нас во многих комплексах система пропускная идет. Вот. Ну, а мы, естественно, сегодня будем говорить не только о специалисте, но и о мерах. Меры в моделях PowerPivot. Затронем мы с вами название, то есть почему, что такое мера, поговорим о для чего она нужна и как с ней работать. И способы создания мер. Чем они отличаются? Существует две, два вида. Это неявная и явная мера. Вот сейчас мы о них с вами будем уже говорить. Так, практическая часть начинается. Если кому-то сильно будет охота вместе со мной поработать, в чате я сейчас скину ссылку на мой файлик на Яндекс.Диск. Ну, или можете просто сохранить себе, чтобы потом потренироваться. В конце нашего с вами мастер-класса я сделаю дубликат данного файла уже с формулами и, соответственно, точно так же в чате скину. Итак, открываем. Эксель. Сначала пару слов о том, что такое модель, для чего она нужна. Ну, во-первых, модель нужна для того, чтобы создавать какие-то отчеты по данным, которые находятся в разных источниках. На курсе Excel 6 мы знакомимся с созданием модели и загоняем в эту модель PowerPivot'а источники TXT, файлы, экселевские документы, база данных Аксесса, SQL сервера, вернее, с SQL сервера базу подтягиваем. Потом это все соединяем в модели и создаем отчеты. Мы не будем сегодня говорить о том, как данные попадают в модель. Здесь уже модель создана. В данном файле есть четыре исходные таблички, как бы четыре источника. Неважно, в каком месте они находятся, в одном файле или в разных файлах и так далее. Если в одном файле, то модель создается в этом же документе. Если в разных, то, соответственно, чаще всего мы берем просто чистый файл Excel и в нем уже создаем модель, в него закидываем наши источники. Так вот, у нас есть четыре таблицы. В первой таблице у нас данные о продажах, во второй таблице данные о клиентах, в каких городах, в каких округах, регионах находятся. Следующее название регионов и в последней таблице у нас с вами данные, в каких федеральных округах находится каждый регион. Так вот, изначально идея будет такой. Узнать, например, сколько штук каждого наименования было продано в каждый округ или в каждый регион. Проанализировать, возможно, цены. Посмотреть, на какую стоимость это все было продано. И мы будем работать на небольшой таблице, относительно небольшой для Excel, 180 строк всего дней. Но предполагать будем, что источник или вот эта таблица может содержать там несколько десятков миллионов позиций. То есть если там за много-много лет, если большая компания или там большой холдинг, который занимается чем-то, какими-то продажами. Вот. У нас есть некоторые данные, некоторых данных нет. Например, не посчитана заранее стоимость, не знаем мы, что такое, вернее, чему равен НДС, ну и так далее. Вот какие-то вещи мы сейчас с вами будем считать. Итак, что дальше? Дальше каждый из этих табличек через специальную вкладку PowerPivot. Эта вкладочка активируется через, ну можно через разработчик надстройки.com, ставится флажочек, ну или через файл, параметры, надстройки, вызывается то же самое окошко, ставится флажок PowerPivot и после нажатия на ОК у нас эта вкладочка появляется на ленте. Так вот, данные находятся вместе с моделью в одном файле, поэтому добавляются они через вот эту вот кнопочку добавить в модель данных, что заранее я уже сделала. Поэтому на вкладке PowerPivot, находясь на любом листе, мы переходим в управление, это самая первая кнопочка, то есть попадаем в секретную область, которая называется PowerPivot. Что мы здесь видим? Мы видим те же самые четыре листа с данными, то есть все наши четыре таблицы попали сюда. Кроме этого, в заголовках некоторых столбцов, в некоторых таблицах мы видим некие кнопочки. Кнопки, которые говорят о том, что между таблицами существуют связи. Связи – это понятие из баз данных, связываются две таблицы по какому-то ключевому столбцу. Так вот, у нас существует первичный ключ и внешний ключ. Первичный ключ – это столбец в определенной таблице, в котором нет дубликатов. То есть в одном экземпляре первичный ключ. Внешний ключ – это столбец, по которому ведется связь, и в нем содержится повторяющаяся информация. То есть, например, мы видим, что 52 много раз повторяется, 54 несколько раз и так далее. Связи показываются здесь разными пиктограммами. Первичная связь – это просто кнопочки 1, 2 и первичный ключ. И внешний ключ – это у нас с вами те же кнопочки с лобой. То есть вот так мы можем разделить в модели эти ключевые столбцы. При наведении указателя мыши мы видим с вами, что, например, столбец регионов данной таблицы связан со столбцом код в таблице регионов. Визуальную связь можно подсмотреть в специальном режиме, который называется «Представление диаграммы». На вкладке «Главное» в группе «Просмотр» у нас есть два варианта просмотра – «Представление данных, которые сейчас открыты» и «Представление диаграммы». Если кто-то из вас работал в базах, например, в Аксессе, вам вот эта картинка знакома. Если не работали, то здесь все очень понятно. Есть четыре таблицы в заголовках названия. И вот эти стрелочки показывают связь между двумя таблицами. При наведении указателя мыши мы можем посмотреть, что таблица продажи связана с таблицей клиенты по полю клиент-клиенты, соответственно. Клиенты-регионы связаны по регион-код и регионы-округ связаны по наименованию и субъекту федерации. Как настраиваются связи, какие способы есть, мы все это рассматриваем на курсе Excel 6. Поэтому, если кому-то интересные и незнакомые еще, можете к нам приходить. Что нам дают эти связи? Эти связи нам дают возможность создавать сводные таблицы или сводные диаграммы рисовать, в которых берутся данные. Например, название округа из таблицы округ и, допустим, количество товара из таблицы продажи. Или мы можем, допустим, узнать, сколько у нас среди клиентов находится в федеральном округе. Тогда федеральный округ плюс город из таблицы клиентов. То есть любой столбец из любой из этих связанных таблиц можно брать для построения сводных отчетов. Давайте вспомним, как у нас создаются обычные сводные таблицы и из чего состоят эти таблицы, из каких элементов. Из PowerPivot, то есть из модели, сводная таблица строится через кнопку «Сводная таблица», которая находится на вкладке «Главная». В каком варианте представления вы находитесь, представление диаграммы или представление данных, это не важно. Поэтому я прямо отсюда нажимаю на кнопку «Сводная диаграмма». Программа нас перекидывает в Excel и спрашивает, куда вы будете эту диаграмму или таблицу строить, на новый лист или на существующий. Говорим на новый лист, жмем «Ок». Надеюсь, для всех вас картина, которая сейчас появилась у меня на экране, знакома. То есть область сводной таблицы, с правой стороны поля сводной таблицы, вверху мы видим данные, которые у нас есть для построения, внизу четыре поля для создания нашей сводной. Основными являются поле стройки и поле значения. Поле столбцы используются не всегда для определенных позиций и в поле фильтры для того, чтобы данные можно было фильтровать по каким-то критериям, которые в таблице нам отображать необязательно. Так вот, например, первая задача будет по названию округа, поэтому из таблицы «Округ», а здесь, кстати, не список просто столбцов, а список таблиц, раскрыв табличку, мы видим ее столбцы, ну и, соответственно, берем федеральный округ. Так, округ раскрыли, федеральный округ выбрали, вот у нас с вами список округов, здесь затесалась некая позиция пусто, вот, это, ну, как бы, нам не страшно, потому что после создания расчетов эта строчка уйдет. И теперь в таблице «Продажи» мы выбираем столбец «Количество», что мы должны с вами помнить из построения обычных сводных, что если мы ставим флажок на название столбца, в котором находятся тексты или даты, эти данные автоматически попадают в поле стройки, и из этих данных формируется первый столбец нашего отчета. Если мы ставим флажок на числовом столбце, а это у нас с вами сейчас будет количество, то данные автоматом попадают в поле значения с выполнением операции «Сумма». Вот таким вот образом мы с вами делаем расчет в обычных сводных таблицах, но если источником является модель, то те данные, которые при создании сводных таблиц мы вручную, ну или флажками переносим в поле значения, создают в нашей модели меру. То есть сейчас «Сумма» по полю «Количество» это созданная мера. Причем мера создана без формул, с помощью просто инструментария сводной таблицы, и эта мера называется неявной мерой. Вывод какой? Что такое мера? Мера – это вид вычисления в сводных таблицах. Которые отражаются только в поле значения в сводной таблице, но и выполняют стандартные операции «Сумма», «Минимум», «Максимум», «Средняя», «Счет» – это на уровне понимания просто сводных таблиц. Неявная мера, как я уже сказала, она создается автоматически, когда любые данные попадают в поле значения, и по умолчанию с числовой информацией у нас что происходит? У нас формируется функция «Сумма». А если мы, например, давайте из таблицы «Клиенты» в поле «Столбцы», например, перенесем город. Ну, здесь у нас таблица изменится. А если город вручную перенесем в поле значения, так как там текстовая информация, над этими данными выполняется по умолчанию операция «Количество» или «Счет». И мы увидим сейчас, сколько у нас клиентов находится в каждом федеральном округе. Теперь я возвращаюсь в модель. Для возврата в модель можно на вкладке «Power Pivot» выбрать кнопку управления. Или на панели задач у нас с вами, кроме Excel, есть Power Pivot, и можно перейти в него таким же образом. Возвращаемся через вкладку «Главное» на представление диаграммы. И, например, я иду в таблицу «Продажи». В Power Pivot вычисления различного рода можно выполнять в двух местах. Первое место – это последний столбик в данной табличке. Это у нас создание вычисляемого столбца или добавление столбца. И второе место находится под вот этой серенькой горизонтальной линией. Вот это вот все, неважно какого размера, сколько там будет строчек. Это все поле для мер. Вот здесь создаются меры. Смотрите, в сводной таблице я уже создала две меры. В Power Pivot я не вижу никаких мер здесь, ни в одной табличке, потому что неявные меры по умолчанию здесь скрыты. Как же их увидеть? У нас есть с вами вкладка «Конструктор». Какое-то обновление у меня произошло, очень жалко. Значит, в ваших домашних компьютерах в Power Pivot может быть еще одна вкладочка, которая называется «Просмотр». Почему-то она у меня пропала. Скорее всего, какое-то недавно обновление было. Вот. На этой вкладке есть кнопка, которая называется «Показывать». Интересное название. «Показывать явные меры». На самом деле она показывает неявные меры. То есть неявные меры, которые были созданы при создании вот этих обычных сводных таблиц, они помещаются дополнительно. Юль, спасибо. Ага, вкладка «Дополнительно». Вот. Они появляются при нажатии на эту кнопочку. Как они выглядят? Ну, во-первых, они отражаются в той таблице, где это значение было. То есть у нас неявная мера по столбцу «Количество». Поэтому на листе «Продажи» в столбце «Количество», вот если его расширить и посмотреть, команда называется «Показать явные меры» или «Показывать явные меры». Вот вы ее подключаете, и в этой строчке должна появиться мера, которая называется «Так же, как столбец нашей сводной сумма по полю количества равно им…» Так, сейчас давайте посмотрим. Ага, Юль, может быть, может быть, может быть. Давайте. О, спасибо. Здорово, здорово. Итак, вот она вкладка «Дополнительно. Отображение явных мер». Включаю. Вот она, мера появляется. Сумма по полю количества. И значение, которое у нас в общем итоге, 1064, показывается как результат. Значочек справа в виде такой синенькой стрелочки, двойной, это значок как раз вот нам показывает, что это неявная мера. В остальных таблицах у нас с вами в округе, в регион ничего нет, в клиентах появилась неявная мера, которая называется число элементов в столбце «Город 16». Вот она. Расширенный по умолчанию. Здорово. Ну, у меня, скорее всего, тоже было расширенный по умолчанию, но вот после недавних обновлений у меня это все слетело. Но здорово. Друг друга научили. Итак, значит, неявная мера. Плюс в чем? Нам не нужно задумываться про написание формул. Мы просто создаем сводную, перемещаем в поле значения все, что нам нужно. Минусы. Минусы у неявных мер достаточно серьезные. Первое. Запомните, что неявная мера принадлежит только той таблице, в которой находится указанный столбец. Вы сейчас это видели. Один столбец в продаже, второй столбец в клиентах. Второй минус. Точно так же, как в обычных сводных таблицах, у нас с вами эти данные попадают с названиями в таблицу, функция, которая определяется, и по какому столбцу. Если нам нужно написать, что это, например, общее количество, то тогда мы должны переписать название число, например, городов, обновить это. А вот если мы создаем новую сводную, для этого, кстати, можно не уходить в модель, можно обратиться обычно в вставке «Сводная таблица». В данном случае программа увидит, что в этом файле есть модель и предложит использовать модель данных в этой книге, ну и попросит определить, куда мы эту таблицу построим. Например, я хочу рядышком построить. И смотрите, я снова беру, например, в продажах количество, ну и, к примеру, по регионам, по названию региона. И опять у меня название столбца, сумма по столбцу, количество, и опять нужно переделывать, ну и так далее. То есть каждая новая сводная будет требовать помещения наших данных в поле значения, перебить нужно будет заголовочек и еще перенастроить формат каждый раз. Плюс даже если в одной таблице вы взяли, отключили это значение, а потом вспомнили или подумали, что оно вам нужно, вы просто подключаете, и опять все это проходит, этот процесс происходит заново. То есть с одной стороны быстро, потому что знакомо, поместили в поле значения, на этом успокоились, с другой стороны каждый раз эти данные нужно настраивать. Именно поэтому, чтобы не иметь таких проблем, обычно меры создаются в модели. В модели же их настраивают, задают заголовок, задают форматирование, задают формулу. Мера явная, которую мы явно прописываем в нашей модели, принадлежит всей модели, и любая дальнейшая сводная таблица, ну или сводная диаграмма уже не требует всех вот этих преобразований. То есть один раз создали, а потом просто используем. Итак, создание явных мер. Здесь есть два способа. Один быстрый, фактически от нас ничего не требующий, а второй чуть-чуть подольше, но зато это будет наиболее эффективно в некоторых моментах. Итак, например, если я хочу узнать, например, максимальную, минимальную, среднюю цены, мне нужно открыть таблицу, где этот столбец есть, встать под ним в любую чайку области мер, и на вкладке «Главное» раскрыть кнопку «Автосумма». И вот здесь наши несколько стандартных агрегирующих функций. Например, я хочу убрать, вернее, увидеть максимальную цену. Выбираю «Максимум» и жду. Что сделает мне PowerPivot? Он создает меру, которую сам называет «Максимум из цена». Значок присваивания двоеточие и равно – это значок, который показывает, что начинается формула. И формула у нас знакомая. Функция «Макс» столбец «Цена». То есть столбец, под которым мы находимся. Вроде бы просто, но здесь тоже есть свои нюансы. Во-первых, заголовок придется менять. Например, наша же максимальная цена. Во-вторых, мера должна принадлежать всей модели. Что и происходит. Но пока мера берет данные столбца «Цена», которые находятся в текущей таблице. И меру в этом случае, например, максимальная цена, но посчитать, например, в клиентах, просто ради интереса, если я захочу, это будет нельзя сделать этим путем. Здесь же при создании явной меры, кроме настройки «Заколовка», можно еще настроить форматирование. Если у нас данные числовые считаются большими числами, то есть больше нескольких тысяч, то для удобочитаемости нам нужно представить это значение в формате с разделителями группы разрядов. Ну, то есть с пробелами для чтения удобного. Как это делается? Встаете в ячейку с мерой, идете на вкладку «Главная», «Группа форматирования». И здесь есть уже готовые форматы, общие, десятичные числа, там другие форматы, некоторые дополнительные. И есть внизу валюта, проценты. И вот эта запятая – это как раз быстрая возможность создать разделители группы разрядов. Так вот, я нажимаю на запятую. Правда, в этом случае формируется десятичное число с двумя знаками после запятой. Если мы хотим убрать тогда формат «Десятичное число», я выбираю на целое. То есть два шага. Сначала запятую разряды поставили, потом целое число. Как это будет выглядеть потом в сводной таблице? Я возвращаюсь в мой Excel. Например, во второй таблице я убираю федеральный округ и включаю, например, наименование продукта. Так, стоп. Туда или нет? Да. Так. Еще раз. Вот, наименование продукта. Ну и вместо количества я хочу поставить меру максимальной цены. Сейчас цены я вижу в двух вариантах. Просто цена – это наша обычная цена, которая суммируется, в которой нужно будет выбирать итоги по максимальной, то есть неявную меру писать. И есть пункт, который называется FX – максимальная цена. Вот то, что обозначено FX является явной мерой, которая была создана в нашей модели. Так вот, поставив флажок FX – максимальная цена, я уже получаю нужные решения. Смотрите, разница. Заголовки здесь в неявной мере придется менять, здесь уже все просчитано. Формат в неявной мере нужно настраивать, здесь уже все настроено. Вот уже готовый вариант. Цену пока оставляю как есть, пусть останется для сравнения потом. Это простой процесс. Вот, кстати, вот видите, у меня еще две меры появились. Хотя сумму по ценам я убрала, но она раз появилась в моей сводной таблице, она отражается как уже существующая. Кстати, если эта мера реально не нужна, ее можно удалить прямо здесь в модели, через правую кнопку мыши «Удалить», сделать подтверждение удаления из списка, и программа про нее забудет. Вот, теперь, как же можно сделать все то же самое, но, например, находясь в столбце наименования клиента. То есть область мер, в принципе, она, ну можно так сказать, безразмерная, писать меры можно в любой ячейке, вот в любой вот этой области. Среднюю цену можно посчитать и находясь в столбце «Клиент», но тогда этот процесс будет уже самый оптимальный. То есть вы встаете в любую ячейку области мер, встаете в строку «Формул» и начинаете писать будущее название нашей меры. Например, сразу же «Средняя цена». Дальше я напишу «В рублях», например. После названия ставится знак присваивания двоеточия «Равно» и дальше пишется формула. Стандартные наши функции «Мин», «Макс», «Средняя» или «Эверич», «Сам» и «Каунт», «Счет». Мне нужна «Средняя цена» – это функция «Средняя» или «Минимальная»? Ну, в общем, неважно. Давайте «Среднюю» посчитаем. Например, «Средняя цена» – это функция под названием «Эверич». Точно так же, как в Excel-формула пишете, начинаете писать имя функции, выпадает список с данными названиями и выбор либо двойной щелчок мыши, либо клавишей «Тап» на клавиатуре. Так, берется «Эверич». И дальше программа предлагает выбрать название столбца, по которому вы считаете. Так как мера принадлежит всей модели, писать можно эту меру в любой таблице, если пишете вот так, через формулу. И чтобы программа потом различала эти меры, лучше всего, особенно если в нескольких таблицах есть столбцы с одинаковыми наименованиями, лучше всего писать как имя таблицы, так и имя столбца. То есть, в принципе, сейчас можно просто открыть квадратную скобку и взять цену. Но тогда эта мера должна находиться в той таблице, где есть цена. Либо вы можете поставить апостроф и начать писать имя таблицы, в которой этот столбец находится, то есть таблица продажи, и уже из этой таблицы вы берете конкретный столбец цена. Завершаете, скобку закрываете, завершаете, настраиваете форматы. То есть, можно сразу вот эту запятую разделить или группу разрядов. Можно оставить два знака после запятой, можно оставить через целое число формата, поменять целое число. Здесь как удобнее будет. Плюс еще помните, что среднее значение дает всегда большой хвост после запятой, то есть целое число или ровно два знака редко появляются. Поэтому можно еще и выполнить округление в формуле. Например, по правилам математики, если вспомните в Excel, округление по правилам математики нам дает функция округл, или в английской версии, что совпадает с названиями функции в языке DAX, на которых строятся формулы в PowerPuty. Это функция round. Перед average дописываем функцию round. У функции два аргумента число, которое мы округляем, это наше average. И в конце ставим точку запятой. Показываем, сколько знаков после запятой хотим оставить. Например, те же 45 сотых хочу оставить, значит ставлю 2. Закрываю скобку, завершаю. И вот теперь уже реально 13332 рубля 45 копеек. Итак, это второй вариант написания формул. То есть встаете в любую чейку, в любой таблице, пишите название, значок присваивания и прописываете формулу. А еще мера может выполнять вычисления над виртуальными столбцами. То есть те столбцы, которых в таблице нет. Вот у нас есть количество, у нас есть цена. Я специально не рассчитала в источнике стоимость. Но мы знаем с вами, что стоимость это количество умножить на цену. И в принципе мы можем здесь добавить новый столбец, написать, что это будет стоимость. Цена умножить на количество, получить результат, а потом, как мы сейчас максимум и минимум считали, посчитать сумму. Но помните, пожалуйста, кто будет работать или уже работает, что добавление новых столбцов увеличивает файл с моделью. Если мы представим себе, что у нас там 10 миллионов позиций в этой таблице, и мы создадим 10 позиций в одном столбце новом, 10 миллионов, то мы увеличим наш файл примерно на 3, 4, 5, 6 мегабайт. Один столбик в одной таблице расчетной может добавить несколько мегабайт в нашу модель. И увеличение не совсем оправдано будет размера файла, поэтому в мерах у нас есть некая фишка. Хочу создать меру стоимость в рублях, например, которая будет суммировать. Помните, да, в сводной таблице все, что попадает в поле значения, создает меру с агрегированными результатами, в данном случае с функцией суммой. Поэтому я буду суммировать функция сам, значение которой будет считать формула количество, умноженное на цену. Но если я просто напишу сам и скажу столбец количества умножь на столбец цена, первое, что вы увидите, цен вообще здесь нет. То есть столбики пропали, остались только меры, которые уже были созданы. Вот второе, даже если я количество, ну просто умножу на какое-то значение, я не просчитаю результаты. Почему так получилось? Потому что столбец, который я хочу просуммировать, не существует в модели в принципе. Так вот, если вы хотите сагрегировать виртуальный столбец, то тогда нам нужно брать функцию не просто сам, а сам x. Добавляя x, мы говорим, что будем суммировать виртуальный столбец. И у этой функции, в отличие от просто сам, два аргумента. Первый аргумент – это название таблицы, в которой вы бы этот виртуальный столбец создавали реально. То есть мы бы считали стоимость таблицы продажи. Поэтому мы открываем апостров, пишем таблицы продажи. Это первое аргумент. Далее, точка с запятой. А вот вторым аргументом данной функции является как раз та формула, которую бы мы в этом столбце создавали. Так, у кого-то там микрофончик подключен, пожалуйста, отключите. И у нас данная формула – это количество умножить на цену. Но, как я уже говорила, так как меры могут писаться в любой таблице, лучше всего начинать с заголовка самой таблицы. Итак, смотрите. Мы идем в таблицу продажа столбец количества и умножаем на столбец цена. Вот она из таблицы продажи. Так, им попало. Еще раз. Цена из таблицы продажи. Закрывается скобка, нажмется Enter. И вот теперь у нас расчеты выполнены. То есть стоимость у нас общая вот такая. Ставлю формат разделитель группы разрядов, меняю десятичное число на целое. И мы видим, что стоимость у нас где-то четырнадцать с половиной миллионов. Итак, функция суммирования. Х показывает о том, что мы с вами производим вычисления над несуществующим или виртуальным столбцом. Этот столбец реально мы с вами создавали в таблице продажи. С нее начинается первое, вернее, это и есть первый аргумент нашей функции. Ну и дальше формула, которую в этом столбце бы мы с вами писали. Вот. Что еще мы можем сделать? Например, я хочу посчитать размер НДС на нашу стоимость. Вот. НДС у нас с вами 20%. Начиная с девятнадцатого года, от таблицы девятнадцатого года. То есть все нормально. Поэтому встаем в любую чейку области мер в строке формул заголовочек столбца или мер в данном случае НДС в рублях. Значок присваивания равно. Дветочие равно. И дальше агрегирующая функция. Если мы хотим показать общую НДС, соответственно, будем писать сам Х. Если хотим максимальную, минимальную, значит мин Х или макс Х. Давайте сам Х напишем. Итак. Сам. Сумма. Х. Суммируем несуществующий столбец. Первый аргумент таблица, название таблицы, где бы мы его с вами создавали, таблица продажи, запятая, простите, точка запятой. И теперь формула. Чтобы рассчитать НДС на вот эту цену, мы с вами данную цену, так, таблица продажи, цена, умножаем на 20%. И вот в Excel мы, ну, я, по крайней мере, постоянно напишу 20%, но когда я напишу 20% здесь, программа мне покажет вот такой вот красной линии, что этот значок здесь недопустим. Поэтому помните, что в PowerPivot проценты мы задаем как долю от единицы, то есть 0, причем, опять же, запятая, а не точка, и 2. Закрываем скобку, завершаем. И вот это у нас с вами размер НДС, который также можно показать с разделителями групп разряда. То есть 14,5 миллионов это стоимость. К этой стоимости добавляется размер НДСа. Ну и давайте сразу же посчитаем итоговую стоимость. То есть стоимость вместе с НДСом. Мера. Итого. Итогон. Двоеточие равно. И что мы будем делать? И мы будем с вами суммировать. Сейчас посмотрим, сработает ли просто сам. А суммировать мы будем с вами меру стоимость с мерой НДС. Смотрите. Просто сам меры вот здесь вот не выдает. А вы наверняка видели там сигмочки, проскакивали. Значит, нам нужна основа сам Х. Функция. Таблица та же самая продажи. Точка с запятой. И теперь формула. Формула у нас с вами заключается в суммировании на листе продажи. Смотрите, под значком сигма у нас идут существующие меры. Можно взять уже расчетную меру. Меру стоимость. Плюс. И снова апостроф поставили. Мера продажи НДС. Копку закрыли. Enter нажали. Посчитали. Давайте проверим. Вот 6 десятых получилось. И 14 миллионов 930 тысяч 460. Все верно. Настроили формат. Десячное число можно оставить. Таким образом, мы можем создавать элементарные меры с элементарными функциями sum, min, max, average, count, но с добавлением буковки X, чтобы не создавать ненужные, в принципе, столбцы. Теперь, как это отражаться будет уже в отчете. Например, мне нужно показать по каждому клиенту, на какую стоимость мы сделали продажи, какая была наложена НДС на эту стоимость или итоговые значения. Остается просто создать сводную таблицу. Нажимаю на вкладке главная сводная таблица. Новый лист. В продажах мы с вами отмечаем клиентов. Ну и там же в продажах у нас вот эти вот меры, которые мы создавали. Осталось просто поставить флажки. Стоимость, НДС и итог. Вот это все у нас уже заранее заготовлено. Если мы хотим там по городам, по товарам, по поставщикам, по нашим менеджерам, все это будет строиться уже в готовом варианте. Таблица, можно прямо отсюда вставка сводная, показали куда. Таблицу продажи раскрыли, меры поставили, стоимость НДС и того, и в каком разрезе мы это будем показывать. Ну может быть там в разрезе, опять же, федерального округа, как вариант. Таблицу округа убираем, федеральный округ и видим, что на какую сумму мы сделали продажи в эти округа. То есть явные меры – это явное преимущество перед неявными. Вы один раз создаете, пишете формулу, создаете заголовок, создаете оформление, потом уже можно будет использовать любой таблицы нашего Excel. Там, где содержится наша модель. Ну и плюс к этому, маленький, буквально на минутку бонус, еще одна маленькая частичка нашего курса. Если вы вот этот порядок столбцов, стоимость НДС и того будете использовать в этой модели в разных расчетах, то один раз создали таблицу с этим порядком. Столбцов расчетных может быть много здесь. Заходите на вкладку «Анализ». Открываете кнопку «Поля, элементы и наборы», которая вам должна быть знакома со второго уровня. Выбираете команду «Создать набор по столбцам». Кстати, почему по столбцам? Если сейчас посмотрите вот сюда, в поле «Столбцы» у нас появилась кнопочка «Значение». То есть вот все эти меры, которые есть в «Значении», группируются вот здесь. Ну, потому что три столбца вот они организовались. Так вот, если мы создадим сейчас набор по столбцам, дадим ему название, например, там «Стоимость». Нажмем «Ок» и смотрите, к чему это приведет. Нужна новая таблица. Создаете в любом месте, на любом листе сводную таблицу. И у нас в списке полей организовалась новая группа наборы. Вы выбираете «Стоимость» и все три вот эти столбца уже показаны. Дальше нужно будет просто разбросать это все по разным разрезам. То есть процесс создания сводных таблиц на основе моделей, если вы рассчитали все данные в виде мер, причем старайтесь не создавать новые столбцы, если они реально нужны только для суммирования, там или поиска минимума, максимума. Делайте это все сразу в мерах, чтобы не увеличивать размер файла. Настраивайте имена, настраивайте форматы и потом, если будете много мер постоянно или часто использовать в разных отчетах, после создания одной таблицы создайте набор по столбцам и потом просто этот набор будете подключать в отчеты. Вот на этом мы сегодняшний семинар или мастер-класс завершаем. Я надеюсь, что что-то новенькое вы для себя узнали. Итак, что мы сделали? Мы посмотрели, что такое меры, где они используются в отчетах, чем отличаются явные и неявные меры друг от друга, в чем есть плюсы, в чем есть минусы. Ну и дальше, как бы в заключении еще раз проговариваем о том, что у нас с вами этот мастер-класс был такой рекламкой тем шестого уровня Excel. На данном слайде вы видите стоимость для онлайн режима или очного. Наши курсы большинство 16-часовые и данный курс в том числе. Вы получаете после окончания, если с дипломом приходите с вашим, то повышение квалификации. Вот. Ближайшие у меня курсы уровня 6-го, это 26-й и 26-й августа и 12-й сентября. Ну и плюс к этому вы должны знать, что у нас есть еще комплексные программы, когда, например, Excel со 2-го по 9-й уровень изучается сразу, и тогда мы даем вам диплом о том, что вы специалист в Excel. Ну и плюс специалист по анализу и визуализации, это 2-й, 3-й, 6-й уровень. То есть чуть поменьше комплексная программа из меньшего количества курсов, но, соответственно, за счет комплексных программ вы можете сэкономить денежки свои, потому что там скидочки даются достаточно серьезные. Вот. Но и, естественно, проходите больше тем, изучаете Excel более глубоко. Режимы обучения стандартные, очные, есть очно-заочные, индивидуальные, вебинары, как вот сейчас вы проходите семинар по системе GoToMeeting-вебинар. Ну и есть еще открытое обучение, где вы в группе сидите, а может быть дома в определенные часы к вам прикрепляется преподаватель, который эти курсы читает, вам дается от этого преподавателя видеозапись, вы ее смотрите и задаете вопрос преподавателю, потом выполняете какую-то задачу. Вот. Открытое обучение достаточно сейчас востребовано. Если у вас остались вопросы, давайте мы с вами на эти вопросы ответим. Так, я сейчас открою чат, чтобы было удобно. Так. Вычисляемые поля. Да, хорошо, спасибо. Так, у меня чат не был виден, поэтому я сейчас быстренько пробегусь по нему. Если вопросы уже были решены, соответственно, все хорошо. Если столбцы в разных таблицах... Да, Юлия совершенно верно. На название таблицы, название столбца хватит. Только там нужно будет смотреть, как вы эти столбцы подтягиваете. Если эти таблицы связаны между собой, то программа может сразу показать этот столбец, вы можете вытягивать. Если не связаны, то нам нужно будет использовать некую функцию, которая звучит как Related. Вернее, это для связанных таблиц подтянуть данные. И Lookup Value для того, чтобы подтянуть данные из несвязанных таблиц. Но это уже более глубокие варианты вычисления, которые на шестом уровне мы тоже рассматриваем. Да, Андрей, можно было просто мера плюс меру. Совершенно верно. Да, Марина, та же самая история. Мне просто хотелось показать, как пишется сам x, чтобы более знакома была эта функция. И действительно правильно сказали, что можно было мера плюс мера. Отлично. Так, вычисляемые поля. Вот. Если функции знаете, здорово, я рада. Но помните, да, у нас мастер-класс назывался «Меры для новичков». Поэтому те, кто только-только начинает, возможно, вам они просто были незнакомы или не так понятны. Вот. По поводу вычисляемых полей. Значит, скорее всего, Андрей, вы говорили о том, что в обычной сводной в режиме Excel не знакомо, вернее, недоступно вычисляемое поле. Давайте еще раз откроем. То есть вот здесь сводная таблица, когда мы... Чего говорим? Вот здесь анализ, да, поле, элементы и наборы, вычисляемое поле. Оно действительно не активно, потому что в модели мера – это и есть вычисляемое поле в сводной таблице. То есть перестали быть активными. Вот это. Вопрос KPI. Но KPI – это просто условное форматирование, поэтому... Условное форматирование, которое создается на основе меры. Так, можно ли в меру посчитать отклонения от прошлого года? В принципе, можно. Можно. Но там, смотрите, там нужны будут более серьезные функции, которые будут либо фильтровать какие-то данные и так далее. То есть на уровне 6 мы рассматриваем простые ситуации. Если у вас сумма какая-то определена в отдельном столбце, то какая у нас доля? Скорее всего, будет отношение суммы стоимости, ну или о чем вы там говорите. Да, допустим, стоимость предыдущего года, и считайте меру, и стоимость текущего года, и считайте вот это отклонение. Дополнительные вычисления в сводных таблицах, они в принципе тоже здесь доступны. То есть если у вас есть, например, значение по одному году, значение по другому году, вы в сводную таблицу закидываете, может даже обойдетесь просто вот этими вот дополнительными вычислениями отличия или приведенные отличия, что касается процентов. Вот, посмотрите, может быть, может быть, этого достаточно будет, Ксения. Вот, так, еще какие-нибудь вопросы? Ну, смотрите, если будут вопросы дополнительно какие-нибудь, я смогу вам в этом помочь. Куда вы можете обратиться? Вы можете обратиться. Ага, я вам нигде здесь не прописала даже. Очень здорово. Вот, вы можете обратиться по почте. Давайте я вам ее пропишу прямо сюда. Почта звучит очень просто. Е. Сидорова, собака-специалист.ру. Е. Сидорова, можно большими, можно маленькими буквами. Собака-специалист.ру. Ну, или в кабинете группы, то есть когда вы к нашему мастер-классу подключались, у вас там кабинет группы открывался, вы там тоже рядом с моей фотографией увидите этот адрес. Вот по этому адресу можно будет, если что, писать. Так, ну и последнее. Я обещала ссылочку на решенный вот этот вариант. Вопросы по DAX. Ну, DAX – это язык написания формул. Спокойненько можете и в интернете, на сайте Microsoft найти очень подробную информацию по каждой функции. Функций очень много. Время от времени новые функции появляются. Вот, поэтому справочный материал нужно иметь всегда перед глазами. Прям ссылочку себе куда-нибудь на память и время от времени туда заглядывать. Так, и так вот, сейчас я быстренько на Яндекс.Диск кину. Так, сам X нормально работает с Related. Да, конечно, конечно, Марин, с Related, с Lookup.Wayl, сам X спокойно работает. Просто помните, да, Related – это таблица должна быть привязана к текущей. Вот, ну и, соответственно, сам X, вернее, да, суммирует полученные результаты. А Lookup.Wayl может тянуть данные из столбца, который находится в таблице «Не связанный». Его тоже можно включать в сам X. Так, обновленную ссылочку кидаю на файл с решениями. Можете забирать. Так, ну и если вопросов по текущему материалу пока больше нет, давайте будем прощаться на сегодня. Спасибо еще раз, что пришли. Не так нас сегодня много, но надеюсь, что вы все-таки получили какую-то актуальную, новую для вас информацию. Приходите к нам на курсы. Спасибо вам большое еще раз. Запись останавливаю, но пару минут я еще с вами, если вдруг из чата не успели скопировать ссылочку. Копируйте. Удачных вам выходных. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok